Глобальная цель Киева ежедневными провокациями спровоцировать Россию. Тогда политикам, которые довели Украину до преддефолтного состояния, можно будет списать на Москву свои неудачи и провалы. Однако Кремль на провокации не поддается, и Киеву приходится повышать ставки. Сейчас полным ходом идет подготовка к вторжению в Приднестровье. В непризнанной республике живут десятки тысяч граждан России. Там же расквартированы наши миротворцы. Напав на Террасполь, киевские власти и стоящие за ними вашингтонские стратеги надеются еще раз разыграть сценарий, придуманный для Саакашвили в августе 2008 года. Из Приднестровья репортаж специального корреспондента Вестей Дмитрия Мельникова. Страна в кольце врагов. Нападения ждут каждую секунду с любой стороны. На границе с непризнанным Приднестровьем Украина ощетинилась пулеметными и снайперскими позициями. Организованы две огневые точки. Вторая, которая на самом заборе расположена, появилась совсем недавно. С высоты наблюдательной вышки приднестровских пограничников видим возведенные в спешке украинские укрепсооружения. Накануне на границу прибыли части регулярной армии Украины. Где-то здесь уже базируются и отряды национальной гвардии. А жители приграничных сел активно готовят к вторжению. Вдоль границы с Приднестровьем по населенным пунктам Украины передвигаются автомобили. На этих автомобилях смонтированы громкоговорители и население информирует о том, что начиная с 30 июля ожидается нападение вооруженных сил Приднестровья на Украину. Среди людей по ту сторону границы ходят слухи о сотнях танков, готовых двинуть на Винницу и об отрядах приднестровских казаков, уже якобы идущих на Одессу. Спасением от неминуемого вторжения с Запада украинские телеканалы называют гигантский ров, которым пограничники Украины отделяют незалежную от пророссийского Приднестровья. За работой украинских коллег приднестровские пограничники наблюдают с недоумением. Землеройная машина то заводится, то глохнет. Топливо подвозят не всегда. Этот бессмысленный и бесполезный проект обойдется Украине почти в миллион долларов. Но цель посеять панику по обе стороны границы, похоже, уже достигнута. Заверение есть, что до морозов фактически будет вырыто вся граница между Украиной и Приднестровьем. Сколько? 500 с лишним километров? Это 450 примерно километров. Президент Приднестровья Евгений Шевчук признает, для непризнанного государства настали тревожные времена. Зажатые между Молдовой и Украиной республики готовят очередной тест на выживание. Вместо одного очага напряженности на молдавской границе преднестровцы получили два. С одобрения покровителей Кишинев и Киев готовы начать совместную операцию. Мы отмечаем концентрацию вооруженных сил, сил национальной гвардии. Знаем, что в ближайшее время будут масштабные учения на территориях очень близкой границы. Мы тоже знаем, что сооружаются дополнительные инженерные объекты для обороны, мы надеемся, Украины. Правда, не знаю, у кого они собираются обороняться, но такие работы на территории Украины проводятся. У нас такого положения никогда не было. И дополнительная тревога практически присутствует в сознании всех преднестровцев. Как раз в эти дни здесь отмечают скорбную дату. День памяти павших защитников Приднестровья. Тех, кто погиб, спасая русскоязычные земли и жители от националистического безумия, пришедшего за развалом Союза. Участник тех событий, генерал-майор Лукьяненко, сегодня министр обороны республики, понимает. Противостоять растущему давлению Кишинева и Киева армия Приднестровья не в силах. А сообщение о готовящемся нападении на Украину здесь прямо называют провокацией. Опасений для украинской стороны со стороны Приднестровской Молдавской Республики и ее вооруженных сил нет. И не может быть никаких, если Украина не попытается или не предпримет какие-то меры по нарушению границ Приднестровской Молдавской Республики. Конечно, не случайно, что именно сейчас, когда боевики Нацгвардии уже стоят у границ Приднестровья, украинские власти готовятся денонсировать соглашение о пребывании в регионе российских миротворцев. Плановое занятие оперативной группы российских войск отрабатывается один из возможных сценариев. Нападение боевиков на блокпост миротворцев. Уникальная по своей эффективности миротворческая миссия. Благодаря российским военным на берегах Днестра в 92-м прекратилось кровопролитие. Почти 70% территории Приднестровья – так называемая зона безопасности, где ежегодно силами миротворцев удается урегулировать до сотни различных конфликтов. Правда, американский сенат накануне потребовал от России уйти из Приднестровья, оставив местных жителей один на один с украинской и молдавской армиями. Приготовились. Но не только жизни людей. Колоссальные объемы боеприпасов, оставшиеся от 14-й советской армии, охраняют Приднестровье российские военные. По различным оценкам, на складах здесь находятся до 21 тысячи тонн снарядов, авиабомб, гранат и патронов, которые в случае ухода миротворцев будут убивать не только в Приднестровье, но и по всей Европе. Ежедневные занятия и дежурства. Российский миротворческий контингент Приднестровья пока существует в обычном режиме. Вся подготовка наших военнослужащих осуществляется согласно программ боевой подготовки, руководящих документов. С планового проводятся занятия по тактической подготовке, огневой подготовке, по вождению, по специальной подготовке и по языковой подготовке. Кроме миротворческой, российские военные несут в Приднестровье и гуманитарную миссию. Один из самых лучших медицинских центров республики. Военный госпиталь обслуживает местных ветеранов и пенсионеров. Ежегодно медицинскую стационарную помощь в госпитале получает свыше двух тысяч человек, включая и военнослужащих, и гражданский персонал, а также это ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, которые проживают на территории Приднестровской Молдавской республики. Тем не менее, Кишинев, а теперь и Киев делают все, чтобы миротворческую работу России заблокировать. Украина расторгает двустороннее соглашение о снабжении российских военных в Приднестровье. Те, кто призывают к выводу российских войск, ставят под вопрос фактический мир на берегах Днестра, потому что миротворческая операция, она развела в свое время противоборствующие стороны, и благодаря этому у нас не убивают людей, ни с той, ни с этой стороны. На пропускном пункте между Приднестровьем и Украиной непривычная пустота. Нет машин отпускников, которые в это время года обычно едут на море. Запрет на въезд украинские власти распространили и на мужское население непризнанной республики. Да нет, ничего, за что дядька пенсионера, никаких претензий. То есть вы не представляете для них? Да, абсолютно, да. По воле Киева Приднестровье сейчас переживает вторую блокаду. Объем поставок товаров и продовольствия со стороны Украины сократился на треть. Произведенную в Приднестровье и предназначенную для России продукцию, украинские таможенники разворачивают назад. Не исключено, что вскоре единственным окном в мир может стать вот этот военный аэродром под Террасполем, оставшийся здесь со времен СССР. Именно на эту взлетно-посадочную полосу в 92-м году приземлялись самолеты с миротворцами. И похоже, что сейчас раздираемый на части регион нуждается в них снова. Вопрос принимается на политическом уровне. Как определит наше правительство, наш верховный главнокомандующий, столько будем выполнять поставленные задачи. Дмитрий Мельников, Виктор Приходько, Владимир Егоров и Ксения Политаева. Вести из Приднестровья.